Показательным выступлением открыли третью межрегиональную военно-патриотическую игру «Зарница» в парке «Скидские пруды». Сергей Басадский ОМОН и юные участники клуба «Патриот» освободили заложников. В этом году в «Зарницу» играли 18 команд из Александрова и Сергиева-Пасадского городского округа. Возраст участников от 5 до 17 лет. Ребятам предстояло пройти дистанцию за 8 этапов. Для прохождения каждого из них участникам требовался немалый набор знаний. От умения разводить костер в лесу до навыка безопасно переправиться через реку или болото. Также самый важный этап – это у нас медицина. Дети знают, как оказать первую медицинскую помощь. Это достойно тому, чему учат в школе, в институтах. То есть фактически они знают, что запрещается делать при открытом переломе, что делается при закрытом переломе, то есть какие кровотечения бывают. Мы гордимся, что у нас дети такие продвинутые, скажем, не то что взрослые. Взрослые не знают, что жгут на шее накладываться, а дети знают, даже умеют как бы правильно наложить. Также ребята соревновались в стрельбе по манекенам и в сборке автомата Калашникова на время. За участниками Зорницы наблюдал почетный гость из Москвы – полковник запаса Игорь Сафронов. Как у нас говорили еще во время службы, что в экстремальной ситуации человек делает не то, что он должен делать, а то, что он умеет делать. Поэтому чем больше они сейчас научатся делать, вот на чем все эти этапы. То есть преодолевать препятствия, оказывать первую помощь, разбирать оружие, стрелять, ну и все прочее. То есть не теряться в экстремальных ситуациях. Вот именно для этого и нужны эти соревнования. То, что они именно с молодых ногтей, буквально же ребята вообще совершенно юные, вот это и умиляет, с одной стороны, и радует. То, что они вот еще в таком юном возрасте приучаются именно к этому, держаться в трудных ситуациях. Причем работать в команде. Если вы обратили внимание, то здесь не индивидуальные соревнования, а именно командные, то есть не командный дух. По итогам Зорницы лучшие результаты среди команд старшей и младшей возрастной группы показали ребята из Сергиева Посадского клуба «Патриот». На втором месте команды 14-й школы Сергиева Посада и 1-й Краснозаводской школы. Екатерина Фурсова, Кирилл Емельянов, программа «События».